Он блистательный театральный актёр, который обладает даром перевоплощения и желанием во всём дойти до самой сути. У него масса наград, лучший дебют, золотая маска и многие другие. В последние годы он много снимается. Диапазон работ широк. Истерики, романтики, самовлюблённые тупицы, негодяи и маменькины сынки. Особенно он дорожит своей работой в сериале «Большая секунда», потому что там и смешно, и грустно. Зрители, конечно же, запомнили его в самом кассовом фильме российского проката «Чебурашка». Любители фэнтези с удовольствием смотрят «Вампира в средней полосы», где его персонаж Костик трансформируется от сезона к сезону. Сегодня мой герой – актёр Дмитрий Лысенков. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий Лысенков сегодня у меня в гостях. Это значит, что мы будем разговаривать интересно. А для любого ведущего – это самое главное, когда можно интересно поговорить. Не поверите, и для актёра иногда тоже бывает очень интересно поговорить интересно. Спасибо, Дим. Вот смотрите, мы когда с вами разговаривали в прошлый раз, я что-то такое вам говорила, вот как много вы играете, как много вы играете, а вы говорите «Хотелось бы побольше». Был такой, да. Да, и я тут, ну, значит, будет больше, если бы вам так хотелось. Теперь вы играете, правда, много. То есть вас снимают и снимают. Слава богу, и чтоб так оставалось. Так много работать трудно, или вам сейчас это в удовольствии? Нет, это как раз перестало быть удовольствием, это трудно стало, потому что без выходных работать довольно трудно. А совсем-совсем без выходных? Ну, случается так, что иногда вовсе их нет, да, особенно летом. И совсем отменилось понятие отдыха. Несколько изменилась ситуация у меня, и домашняя, и, в общем, мы теперь москвичи по документам тоже. Поэтому работы стало намного больше. Актёр работает с собой. Вот что меня изумляет всегда в вашей профессии, да, это то, что вы должны из себя всё достать и показать это людям. Вот это бесконечное доставание из себя, да, и вы говорите «без выходных» и второе лето без отдыха. Это может плохо кончиться, с вашей точки зрения, тем, что нечего будет доставать? Думаю, может. Думаю, может. Есть такая опасность. Пока я прогнозирую так, что это не скоро ещё случится. Всё-таки, если говорить о том, сколько работы стало, то это в основном комедийная работа. Таких каких-то серьёзных драматических ролей в этом смысле не сильно мне прибавилось, поэтому... Всё-таки меня используют, возможно, через пять лет мы с вами встретимся, и я буду уже выжатый совершенно по-другому. Сейчас пока у меня недосып всего лишь. Потом, может быть, я как раз вам отвечу на вопрос, трудно ли из себя доставать, когда уже доставать нечего. Пока всё-таки от меня не требуется каких-то серьёзных душевных затрат. Это в основном всё-таки затраты по времени, недосып. Ну, смотрите, ну вот они все ваши персонажи и все ваши герои, они все разные, на мой зрительский взгляд. Вы так выбираете роли истории, чтобы они всё-таки были разные? Или вы их делаете разными сам? Не стану преувеличивать свою собственную работу. Всё-таки выбираю так, чтобы они не повторялись. Часто ведь артист становится заложником того, что уже сыграл, и дальше его зовут повторить то же самое. Я от этого пытаюсь отходить, хотя всё сложнее. Знаете, Андрей Миронов говорил, я повторяюсь. Наверное, и я когда-то скажу, что я повторяюсь. А может быть, уже могу сказать, что я повторяюсь. Бывает такое ощущение. Но спасибо сценаристам. Всё-таки они пишут разных персонажей, пишут много. Поэтому есть пока возможность выбирать то, что друг на друга не похоже. Или, по крайней мере, есть тенденция к тому, чтобы сделать это непохожим на то, что ты уже делал. В этом интерес. А ваш жизненный опыт собственный как-то помогает в придумывании персонажа? Конечно. У артиста и есть только жизненный опыт. У вас детство прошло в коммунальной питерской квартире. Правильно я говорю, да? Чуть-чуть детства и чуть-чуть студенчества. Вернее, после студенчества. Что это была за жизнь, Дима, расскажите? Потому что питерские коммуналки – это абсолютная легенда. Это отдельный мир. Его можно изучать. Это действительно отдельный мир. Вот эти коммунальные соседи – это целая история. Да. Ну, в моём детстве коммуналка была всего лишь из двух комнат. Жил какой-то отставной КГБшник и наша семья. Все мои воспоминания – это то, что нам нельзя было пользоваться коридором, нельзя было играть в коридоре, потому что КГБшник отставной был недоволен. Свердился. Да. И то, что в ванной нельзя было оставлять игрушки, с которыми купался. Но он вот такой был человек. Более интересная история. Ну, во всяком случае, воспоминания о ней более интересные, потому что они более осмысленные. Это уже после студенчества, когда мы с моей девушкой жили в её комнате в коммуналке у московского вокзала. И это было потрясающе, действительно. Это памятник архитектуры какого-то 19 века. В общем, не приспособлено абсолютно к современной жизни. Здание, где не было ванной, даже общей, никакой. В принципе, нужно было ходить в баню. В баню, да. Но нам повезло. Мы граничили с кухней, поэтому можно было просверлить дырочку из кухни и провести себе хотя бы раковину сделать. Краник умываться, да. В комнате, да. А жили там дворник по фамилии Узелков, который никогда не был в завязке. Иногда выходивший в коридор без штанов, он звал свою кошку «Дуся!» Он был абсолютно прокуренный человек. У него была жена Генриетта. Да, тетюшки. Генриетта? Да, и даже однажды мы видели, как Генриетта с мужем собрались в джазовую филармонию. Это особые питерские дворники, надо понимать. И Узелков надел смокинг. Да что вы говорите. И они пошли в джазовую филармонию. Вернулись? Вернулись и вернулись к своему старому образу жизни. Потому что, к сожалению, джазовая филармония их не изменила. Интересные воспоминания. Жила там Наташа с Курбаном. У них были два персидских кота. И комки шерсти от этих котов были примерно размером с котов. Они в коридоре катались. Потому что не все жители коммуналки убирали коридор. Узелков не убирал принципиально. Был дворник в другом месте. Хотя и там тоже не убирал. Но бабушка-сталинистка, которая жила в самой первой от входа комнате, она говорила, узелков не убирает, и я не буду. У них когда-то случился конфликт в далекие времена. В общем, он на нее бросился с ножом, отсидел и вернулся в эту коммуналку. Очень жалел, что не зарезал ее тогда. Говорил, лучше бы я тебя тогда зарезал. Я бы уже вышел, а у тебя тебя бы здесь не было. Высокие отношения. Так что самой приличной семьей в этой коммуналке были... Вы с девушкой. А вообще вы детство свое помните? Лев Толстой писал о себе, что он помнит себя с трех лет. Я такого сказать не могу. А мама рассказывала, какой вы были совсем малыш. Да, вполне был приличный человек. О моем младшем брате больше воспоминаний в этом смысле. Он был упрямым, например. Конкретно можно было что-то сказать о нем, что он был очень такой упертый человек. Маленький. Он мимо мороженого не проходил. То есть он садился на асфальт и сидел на нем, пока мороженое не будет куплено. Я знаю, какая-то история была, когда вас покусали какие-то пчелы. Что за история? Да, это как раз из тех обрывочных воспоминаний. Отец топограф, его отправили в экспедицию под Тарту, это Эстония. Вот там мы на хуторе жили долгое время. Я ходил там просто, предоставлен был сам себе. Сколько мне было? Четыре года. Вот это вот я помню. Да, меня покусали пчелы, потому что я подумал, что это муха сидит на улье. Ну, какая-то коробочка деревянная. Я по ней ударил. И дальше пчелы вышли из домика. Мне досталось. Я еще в этот момент разжевал крыжовник. Бедный ребенок. И за щекой осталась ягода крыжовника. И мама думала, что все, человек опух. Это, к счастью, было всего лишь ягодка, которую я не разжевал, и так и с ней и заснул. Покусали голову в основном, не лицо. Лицо артиста не трогали пчелы. Не трогали пчелы. Не трогают даже пчелы. Мария Луговая. Неожиданно. С момента, как я первый раз пришла в Александринский театр, Дима уже там был ведущим артистом, блистательным, недосягаемым. И, конечно, я им безумно восхищалась. И восхищаюсь сейчас тоже. Но как-то мне повезло. Мы подружились. И он был моим первым таким близким другом в Александринском театре. Он мне и помогал, и подсказывал, и поддерживал. Насколько Дима может быть острым на сцене, настолько же он, может быть, не кажется неудобным, острым, жестким иногда в жизни. Дима очень требователен к себе и, как следствие, очень требователен ко всему своему окружению. Вот, за словом в карман не полезет. У Димы такой всем на зависть послужной список. Он сыграл, можно сказать, весь список главных ролей мужских. И там уже... Я иногда его спрашиваю, Дим, ты не устал еще? Он говорит, нет, я это люблю. И он действительно прекрасен. Дим, а вот скажите, пожалуйста, что значит требователен к окружающим? Это вы что делаете? Предметами кидаетесь, если вам что-то не нравится? Нет, я никогда не кидался ничем ни в кого. И вообще даже никого не бил никогда. Это очень правильно. Да, я считаю, что есть другие способы борьбы. Ну, Маша-то, скорее всего, говорит о требовательности к профессиональным каким-то вещам. Потому что, если это актер, то он должен знать текст, помнить мизансцену свою. Ну, вот мы вчера поставили... А так бывает, что не помнят, да? Бывает по-разному. Бывает так, что люди не дают себе труда запомнить. Ну, или помнят, например, что-то, что... А мы уже поменяли. Это происходит в репетициях. Но человек, например, запомнил то, что было неделю назад, но не помнит, что было вчера. Ну, не то чтобы я гневаюсь, когда это повторяется просто из раза в раз. Это становится уже раздражителем для меня. Конечно. Я готов простить ошибку один раз, но ошибку, повторенную трижды и более... А может, не получается? Уходи из профессии. Правда? Прямо так, да? Ну, если не получается, зачем тогда? Не получаться, может, у всех. Но если не получается по жизни, то не надо уже тогда этим заниматься. А у вас, вот вы когда учились, у вас получалось? Не всегда получалось, не всегда, конечно. Но это часть обучения все-таки была. Дима большой профессионал. И на самом деле, как мне кажется, что и человек он замечательный. Как он относится к коллегам, как он относится в целом к съемочной группе. Неважно, будь то цех, будь то рабочие, или это художники по гриму, художники по костюму. Да, он иногда может быть в меру строг по делу, потому что он человек собранный. Если говорить про диапазон, есть у меня работа одна, Димина, любимая. Может быть, не настолько большая, но просто ярчайшая роль в проекте, в котором мы снимались вместе. Называется он «Казано в России». Там Дима играет Фаринелли. Он выступает в каком-то кабаре, поет фальцетом. И у него настолько там и комичная, и драматичная, ярчайшая, острохарактерная роль. Потому что Димочка, он может сыграть депутата, он может сыграть героя, он может сыграть антигероя. Но он замечательный, потрясающий, острохарактерный актер. И вот он в этой роли, он настолько на своем месте, он в ней купается. И, собственно говоря, такая роль, она и говорит о диапазоне актера, как мне кажется. Разноплановый. Палитра вот такая. Что играть сложнее всего в кино? Что самое трудное? Стихи читать, зарезать кого-то, подраться, постельную сцену, эротический экстаз. Наоборот, мерзость какую-то. Вот что трудно вам, Дмитрий Олегович? Я думаю, что трудно в каждом конкретном случае выявляется, что трудно. Иногда трудно то, что ты не предполагал, что будет трудно. Кино – это ведь нахождение в коллективе. И коллектив может быть разным. По-разному тоже к тебе настроен. И ты к этому коллективу тоже по-разному может быть настроен. Ну, безусловно, постельная сцена – это не является каким-то элементом лёгкости в кино, конечно. Это для всех стрессовый момент. Ой, если бы вы знали, как это сложно писать. Слушайте, это жуть какая-то. Это самая сложная часть работы. Ну, есть какая-то граница, чтобы пошлость не завалиться. Абсолютно верно. Чтобы не повторяться, чтобы это не было, я не знаю, там, учебным пособием, да, гимнастическим. Просто есть какая-то художественная выразительность, которая требует иногда какого-то обнажения. Ну, это по-разному бывает. Ну, если правильная атмосфера в группе, то никакой проблемы не случается. И если у вас контакт с актрисой, например. Смотрим фрагменты с большой секунды. Так-так. Ну, все. Твое самолюбие удовлетворено. Ты теперь гигант секса. Или нам надо еще полчаса воскрепить. Ну, ты хоть пикни, как бы ты получила удовольствие и закончила. Как пикнуть? Ну, как ты это делаешь? Когда? Я делаю это волчь. Ну, хоть лицо поменяется или совсем как мартизанка? Я на себя вот время из зеркала не смотрю. Ну, слушай, если ты такой эмоциональный, пищи сам. Мама поймет, что все закончилось. Я не пищу. Это что было? Был ты. Я так не делаю. Вот именно так ты сделал нашу памятную встречу. Ты покакал. Фу. Чего не скажи, все тебе фу. И мухлюй. Я все. Вот он очень смешной, этот парень. Простислав, да. Это, кстати, была сцена на пробах. Видимо, она действительно трудная. Раз на пробы ее брали. Вы в большую секунду как оказались? На пробу поехали? Да. На пробы и не раз поехал. Дважды я проходил пробы. А зачем дважды? Потому что, видимо, подбирали пару. Первый раз я с Надей Михалковой пробовался. Вообще, Шамиров, по-моему, с кастингом обходит чуть ли не всю страну. Не всю страну, да. Ну, в сокращении, Москву и Петербург точно. Потому что я знаю очень много знакомых людей, которые были на кастинге на большую секунду. Может быть, он определился уже с героем, но тогда еще не определился с партнером. С героиней, да. Я приехал уже, были пробы еще с Женей Борзыхой, еще с одной актрисой. А вам что в нем нравится в этом фильме? То есть вот чем он вам интересен? Он искренний, это главное, по-моему. Там все переплетено, и даже не знаешь, где что начинается, где заканчивается. А Шамировым как вам работалось? Он такой, по-моему, непростой человек. Говорят, непростой, и я могу подтвердить, что непростой, но работалось с ним отлично. Это как? Я на съемках уже, наверное, не волновался очень давно. Может быть, со студенческих лет. Вот первые съемки когда-то я испытывал какое-то волнение. Потом это превратилось в работу, она довольно-таки техничная. А здесь это был первый случай уже за последние лет 10-15, когда я волновался перед съемкой относительно того, что будем завтра делать. Этот трепет, я бы назвал это так, он сродни какому-то театральному ощущению, когда перед выходом... На сцену шагнуть надо. Которую ты испытываешь перед каждым спектаклем до того, как выйти, как бы у тебя какой-то есть тремор внутреннее, какое-то неспокойствие. И вот когда уже вышел, оно пропадает. И здесь я такое же примерно чувство испытываю. Может быть, потому что эта история очень довольно-таки театральная. Она похожа на какую-нибудь пьесу театральную. С большими монологами. Мне кажется, не только в этом, а в том, что просто это было возможно сказать что-то важное. Я, честно говоря, когда прошел первые пробы, я, уходя, Виктору сказал, что желаю, чтобы это случилось независимо со мной или без. Потому что, мне кажется, это очень интересная, хорошая история. И таких мало. И мне хочется, чтобы она как-то прозвучала. А вот для вас важно знать, с кем вы будете играть? То есть, допустим, вы здесь пробовались с Надей Михалковой, а играли потом с Евгением Борзых, да? Или неважно? Вы понимаете, что у вас и так сложится? Так не может быть, чтобы было неважно вообще, с кем тебе играть. Я иногда даже отказывался пробоваться в какие-то проекты, зная, кто там утвержден уже. Недели, да? Да, так даже бывает. Потому что я знаю, что я с этим человеком не смогу работать. Я просто... Ну, где-то мы пересекались, где-то мы встречались. Или я его просто знаю по каким-то... А не сможете, потому что, как Фрунзик Макарчан говорил, я такую личную неприязнь не испытываю, даже кушать не могу. Или почему-то ещё, Дим? Ну и поэтому тоже. Зачем я буду всё рассказывать? Нет, нет, я для примера. По разным причинам. То есть, ну, конечно, бывает так, что просто не хочу с этим человеком пересекаться. Но бывает то, что я не считаю, что этот человек, например, актёр или актриса, подходит, и вообще мы можем быть партнёрами, например. Вампиры средней полосы, которые перепахали, по-моему, весь отечественный кинематограф и всех отечественных зрителей. Посмотрим, третий сезон напишут, посмотрим, перепашут ли. Нет, нет, правда. На самом деле, чудесный совершенно фильм. Просто чудесный. Спасибо. И там ваша мама, мама вашего героя, Догилева, вы с ней нашли общий язык легко, Дим? Ну, это её заслуга, скорее, потому что Татьяна Анатольевна очень... При том, что она держит дистанцию, но она очень распахнутый человек в этом смысле. Непростой и простой. Нет, ну, меня удивило то, что Татьяна Анатольевна смотрела какие-то там работы с моим участием. Почему? Я не знал, что она вообще интересуется. Ну, как, в принципе, довольно много есть людей в индустрии, которые ничего не смотрят. Да, ну ладно. Татьяна Анатольевна Догилева смотрит, видимо, всё. И что ей понравилось, запоминает. И в этом смысле, когда мы познакомились, она мне что-то даже рассказала про... Я не помню, про какую работу она отметила мою, но сказала, что смотрела. Молодец. Молодец. А приятно было вам? Конечно, приятно. А вот Маковецкий, с которым вы в телохранитель были, он вам говорил, что вы молодец? А он-то как раз из тех людей, которые ничего не смотрел. А-а-а. Сергей Васильевич как раз из тех людей, которые не смотрели ничего из... Того, что вы делали? По-моему. Ну, мне так показалось. Я, честно говоря, не знаю. Посмотрим фрагмент из телохранителя. Давайте посмотрим. Сынок, бельё в сирку кинул. Прибрался, как мог. Я ухожу. Спасибо тебе за всё. Папа, ты куда собрался? В новую жизнь. Ты пьяный, что ли? О-о-о, всё понятно. Белочка в гнездо зовёт. Значит так, быстро пошёл к себе, лёг спать. Завтра утром поговорим. Нет, мой краснощёкий друг, так больше не работает. Папа, ты живёшь здесь на определённых условиях. Два из них ты уже нарушил. Я здесь больше не живу, дуря твоя голова. И подачки твои мне тоже больше не нужны, понял? Не работа твоя вонючая, не бесплатный подход к холодильнику. А где ты так тыл укрепил? В казино, что ли, выиграл? Слушайте, а вот когда снимается какой-то смешной эпизод, да? Это смешно уже на площадке, Дим? Ну, в потенции. Или это будет смешно, когда это будет всё склеено и по-другому выглядеть? Знаете, комедия такой жанр, которому должен быть готов и зритель. Поэтому комедия может вовсе не зайти человеку, если он, в принципе, как-то не готов был смотреть комедию в этот момент. Это зависит ещё от зрительского настроения. Конечно. В плохом настроении начинать смотреть комедию в надежде, что она исправит те настроения, может быть мероприятие, обречённое на провал. Если же зритель идёт и готов рассмеяться, то, наверное, мы ему предоставляем такую возможность. А вообще на площадке на съёмочной актёры как-то друг над другом подшучивают, как я знаю, в театре? Они говорят по-разному. Когда кто-нибудь что-нибудь там кому-нибудь или скажет, или как-то рожу состроит. Эти легенды о том, как расстрелянный Евстигнеев уползал со сцены, потому что ему нужно было ехать на какую-то халтуру. Они далеко в прошло. Сейчас уже не происходит никаких таких розыгрышей. Ну, во всяком случае, мне о них ничего не известно. В тех восьми театрах, в которых я работал, ничего подобного не происходило. И с Маковецким вы не хохотали до упаду? Нет, мы хохотали, может быть, над чем-то. И, собственно, на самом деле успех телохранителей тоже во многом связан с тем, что хорошо написаны тексты. Они даже на уровне прочтения иногда смешные. Поэтому, когда это разыгрывалось... Но в момент съёмок мы, конечно, не смеёмся. Мы только, когда начинаем репетировать, то есть первая читка в локации происходит. Понимаете, важное присутствие зрителя в этом смысле тоже. Кино это не отменяет. Конечно. Потому что есть оператор, его группа, есть креативная группа, то есть авторы сценария и продюсеры креативные, и сам режиссёр. Вот мы небольшим маленьким коллективом начинаем это всё разыгрывать, и вот там может случиться какая-то реакция у тех, кто это видит или слышит. Как будто бы это является залогом того, что, возможно, и для зрителей это будет тоже смешно. Смешно, да. Ольга Тумайкина. Но не всегда. Я обожаю мужчин, которые принадлежат вот какой категории. Это не каноническая красота, потому что Дмитрий Лысенков совсем себе не Олен Делон. Он очень Пьер Ришар. Это не мешает ему оставаться очень притягательным, очень мужественным, каким-то заманчивым. У Димы есть такое качество, то, что я успела наблюдать, и мне это очень нравится. Если мы не видимся по каким-то обстоятельствам на съёмочной же площадке какое-то количество времени, то как только мы сталкиваемся, он продолжает беседу или общение с тобой, как будто бы его только что-только что прервали. Я думаю, что это прежде всего его интеллект. И он не ставит перед собой задачу быть удобным или комфортным. Нет. Я дерзну предположить, что он как в своей собственной химической лаборатории проверяет людей мгновенно и даёт себе «да» на общение или «нет» на общение. Вот как. Как метко, Ольга. Но это вот Ольга и ответила на вопрос, почему с некоторыми артистами я не хочу встречаться на съёмочной площадке. Да, да, да. А у вас бывают какие-то случайные работы, Дим? Ну вот раз кто-то попросил, что-то случилось. И вы туда побежали, и всё сложилось. Ну, пару раз было, наверное, так. Хотя, ну, два случая могу вспомнить. Это сериал «Почка», в котором меня вообще не должно было быть. Там был утверждён другой артист, но что-то там не случилось, видимо, с графиком. И в срочном порядке, буквально через неделю уже съёмки, они искали брата для Любы Аксёновой. Старшего брата, священника. Священника. И отыскали вот каким-то образом меня. Это вот такая свалившаяся с неба работа на меня. Слушайте, а вы внезапно свалившуюся работу представляли, как делать? То есть какой он должен быть священник? Нет, не так. Давайте мы посмотрим на него. Секундочку просто посмотрим, а потом я спрошу. Наташа. Бог остановил руку Исаака, занесённую с кинжалом на Довраву, только в последнюю секунду. Понимаешь, о чём я? Нет. Бог позволил сатане испытывать Иова, и тот наслал на него всяческие страдания. Я не помню. Извини, это было давно. Ну, как тебе объяснить? Что бы ты сейчас не сделала, кто бы тебе не отдал свою почку для пересадки, это не поможет. Почему? Потому что только Бог решает, будешь ты жить или нет. Не мы с тобой. Вы знали, как его играть, этого священника? Вы молодой человек, и он молодой человек. Вот он сестре своей вот это всё вот объясняет. Дело ведь в том, что это чёрная комедия, поэтому тут и священник из чёрной комедии. Это значит, что он несовершенный человек. Абсолютно верно. И уж тем более, как какой-то носитель догмата, абсолютно неубедителен. Всё, что он говорит, это его манипуляция и попытка не помогать сестре. Только и всего. Потому что он не хочет вырезать себе почку, чтобы её жизнь спасти. И поэтому подводит туда, так сказать, какую-то базу. Это всё было написано в сценарии. Какой он? В общем, уже было написано. Было понятно. Я, честно говоря, не знаю даже, как тот артист, который был утверждён, играл бы это. Потому что как будто бы он, правда, больше похож на священника какого-то в серьёзном кино. А я абсолютно такая сатирическая составляющая этой части сериала. Поэтому в этом смысле это даже какое-то божье провидение привело меня в этот сериал. Возможно, да, возможно. Забавная история. И то, что она имела какое-то продолжение ещё. Не, она интересная, конечно. Я, знаете, ещё хочу про злодеев спросить. У вас, получается, абсолютно разные, непохожие друг на друга злодеи. Дим. Предположим. Нет-нет, это правда. А я, как пишущий человек, ещё больше читающий, чем пишущий, да? Я совершенно, я никогда не могу согласиться с позицией, что отрицательного героя играть или воплощать интереснее, чем положительного. Понимаете? Я просто не могу этого понять, почему так многие говорят. Почему актёру интереснее? Да. Понимаете, отрицательный герой линеен, как целлуидная линейка первоклассника, да? Потому что весь мир всегда направлен на то, чтобы человеку жилось не очень хорошо. Ему трудно. У него болеют и умирают близкие. Он может там сам сто раз болеть и умирать. Он может потерять работу. Он может не получать зарплату. И злодей, он берёт нож, идёт, убивает старушку и крадёт у неё кошелёк. Это самый простой выход из положения. Самый сложный выход из положения – это обрести под ногами почву хоть какую-нибудь и на ней устоять. Так, а мы ведь наблюдаем иногда злодеев. В чём интерес, например, Раскольникова играть? Не в том, что он убил двух человек. Старушку проценщицу, да. А в том, что он, какую он дальше подводит под эту базу. Вот в этом смысле, как и сериал «Почка». Это из той же оперы истории. Мы наблюдаем за процессом как бы поиска оправдания своего злодеяния. Если таких злодеев играть, так в этом и интерес. Потому что это многосложная ситуация. Это никакая не линейность. Там много чего подведено. Теория разработана во всех её аспектах. И вы во всех ваших разных злодеях, они у вас разные, вы ищете вот эту вот разную подкладку, да? Это зависит от жанра ведь тоже. Злодей в детском кино – это один злодей. Ну, понятно, конечно. А злодей в триллере – это другой злодей. Иностранец по имени Карбофос, помните, да, который бил слона. Вот это было бы тоже интересно играть. Но это совершенно другие злодеи. Это они разные. Злодей в «Чебурашке» или злодей в каком-нибудь «Маньяке» я играл. «Чебурашку» посмотрим. Татьяна, и снова здравствуйте. Я же сказала вам, что магазин не продаётся. Вы не так поняли. Речь идёт не о покупке, а о присоединении. Разве вам не хочется стать членом успешной бизнес-семьи? У меня уже есть своя. Да, у неё своя. Знаете, как любит говорить наш генеральный директор? Малый бизнес всегда штормит. Поэтому мы большой. Послушайте, меня не интересует. Вы не понимаете. Всякие проверки, аренда растёт. Бывает так, какой-нибудь мощный конкурент откроет прямо напротив гигантский супермаркет сладостей. Если ты ещё раз сунешь нос в эту квартиру, то твой большой бизнес будет штормить так, что мало не покажется. Вот он тут прям крыса. Крыса? Как и заложено создателями. Неспроста он ларион. Спасибо режиссёру, что позволил ещё как-то проявлять это через какие-то внешние особенности. Потому что так просто был написан. Ну, помощник, богатая женщина, секретарь её. Тут как раз есть некоторая работа моя по придумыванию персонажа. Ну, отталкиваясь от того, от истории Чебурашки... Написанной в сценарии, да. А от истории, которая написана Успенским. То есть, что у Шапокляк есть крыса Лариса, поэтому давайте перенесём вот в Лариона какие-то крысиные вещи. Ну, вот это как раз злодей из детского кино. Он не может быть совсем злодеем. Он может быть как бы мерзким, но при этом всё равно в конце он какой-то имеет затравочку на... Шанс. Улучшение. На исправление. Вы из Питера переехали в Москву. Правильно я понимаю? Не трудно вам тут, Дим, в Москве? Нет. Как-то мне в Москве всегда было нормально. И когда я на гастроли приезжал, и когда вот катался. Так сложились обстоятельства, что работаю больше здесь, а жить всё время в поезде, и вдали от семьи. Ну, в общем, да. А вы здесь в театре? В штате вы имеете в виду? Нет. Но я сотрудничаю с разными театрами. Это мы знаем, да. С современником и с театром наций. Ну, и продолжаю ездить в Петербург, играть там спектакли свои. Пока ещё, которые идут. Доигрываете или всё-таки будете продолжать играть? Спектакли лучше, конечно, закрывать. Никогда они превращаются в руины. Всё-таки на каком-то... На подъёме не надо закрывать, но когда начинается спад, то уже пора от них отказываться. А детям нравится в Москве? Всё-таки они же уже девчонки 13,9. А что им может не понравиться в Москве? Ой, я не знаю. Всё что угодно. Этот город никак, в общем, не отличается от любого другого мегаполиса. И в Петербурге мы также жили в спальном районе, который... В общем, у нас не кониклод под окном. У нас просто обычные такие же дома в Петербурге. Ну, мы туда приезжаем летом, когда едем на дачу. Там у нас база перевалочная. Перевалочная. Да. Но в Москве, по-моему, отлично. И им тоже друзья есть. А вы такой житель городской, не загородный, да? Нет, я как раз загородный житель. Хотел бы жить загородом. Но пока такой возможности у меня нет. Я очень хорошо себя чувствую в лесу. Ну, всё будет. Ну, у меня парк, лесопарк через дорогу. Не-не-не, всё будет. Дом будет. Это я вот вам говорю, как в прошлый раз вы сказали. Хотел бы я паралей побольше. Я говорю, значит, всё будет. А сейчас дом загородный вы хотите? Вот я вам говорю, что всё будет. Сейчас дом на Карельском перешейке есть. Но это не совсем загород, это за другим городом. Это сильно далеко добираться, да. Но это только на лето уезжают туда дети. А я вот когда могу приезжаю туда. А вам вообще хватает времени на детей не в таком, как вам сказать, сусально позолоченном смысле. А сейчас я тебе буду читать на ночь сказку. А в том, чтобы выслушать хотя бы иногда. Ну, если бы они ещё что-нибудь рассказывали. Ведь в 13 лет, в 12 лет, да и, по-моему, в 10 уже перестают они, в общем, рассказывать что-ли. Ну, как-то выцепите у них вот это. Вот это вот всегда пытка. Как дела? Нормально. Ну, и всё. И как дальше попытки что-то расспросить, они всё время натыкаются на непонимание вообще, зачем тебе это? Ну, зачем тебе это? Ну, когда-то в младенчестве, в раннем детстве, дети хотят рассказывать тебе всё, что у них вот весь свой прожитый день они рассказывают. А потом постепенно это как-то исчезает. И ты как бы... Вам грустно без этого? Ну, должна же оставаться у них какая-то зона, которая не под моим контролем, так что ли, родительским. Мы начали с вами с того, что у вас нет выходных, и отпусков никаких нет. И бог даст, чтобы так было. Ну, это если говорить про 23-й год. Да, из известной степени. Не-не-не. Есть немножко. Поэтому спрашивать, как вы любите отдыхать, я не буду. Я знаете, о чём хочу вас спросить? Вот смотрите, если бы у нас была там, я не знаю, волшебная палочка, да? И я могла бы сделать так, чтобы вы, ну, вот из этой жизни, вот из нашей, да, исчезли на одну секунду. Вашего отсутствия бы никто не заметил. Ни жена, ни дети, ни продюсеры, ни я. А там бы вот в вашей внутренней временной вот этой системе координат прошло бы, допустим, там, недели. Вы бы что эту неделю делали, Дим? Я бы ходил по лесу. Летом, зимой? Это, честно говоря, всё равно. Я и то, и другое люблю. Ну, зимой надо ещё отогреваться где-то. Маленький надо, конечно. Ну, это не страшно. Но просто потом надо как-то сушиться и отогреваться. А летом можно довольно долго ходить. А вы бы ходили и думали? Или вы бы ходили... Причём это лес может быть любой, честно говоря. Это не обязательно тайга. Ну, и джунгли могут быть. Тоже, тоже люблю. Просто нахождение на природе меня очень восстанавливает. Вы бы ходили и думали? Ну, да, думал бы. О чём? О жизни, конечно. Спасибо вам большое, дорогой мой. Общие слова. Вы знаете, я желаю вам вот в тот момент, когда вам предоставится такая возможность, ходить по лесу и думать. Я желаю вам, чтобы вы думали о том, насколько жизнь прекрасна. Она прекрасна. В этом я не сомневаюсь. Вот этого я вам и желаю. Спасибо большое. Я совершенно точно знаю, что всё, чего я желаю нашим героям в программе, обязательно сбывается. Потому что программа наша такая волшебная. Поэтому всё, о чём я сказала сегодня Дмитрию, у него обязательно сбудется.